Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Эту неделю мы начали с очень хорошим настроением, потому что те тенденции, которые ранее были основой наших долгосрочных инвестор идей, продолжили свое развитие. С таким же хорошим настроением, друзья, мы эту неделю и завершаем. Я позволяю себе делать такого рода формулировки, потому что считаю, что большинство из вас все-таки действует вместе со мной, ставя на снижение курса американского доллара и восстановление определенных рисковых инструментов. Причем кто-то из вас может интересоваться валютным рынком, вы покупаете какие-то валютные пары, инструменты, активы против доллара. Может быть, кто-то из вас делает более приоритетную ставку на фондовый рынок. Но вы также, друзья, сейчас должны солидно зарабатывать. Сегодня мы снова коснемся ситуации с американским промышленным индексом Dow Jones, которые уже в одном шаге, маленьком шаге. Друзья, от суперцелей, которые мы поставили почти год назад на отметке в 35 тысяч пунктов. Я думаю, что еще при таких темпах неделя, может быть, даже меньше, и это значение будет протестировано. Сегодня важный день для всех финансовых рынков, потому что сегодня на повестке экономического календаря важнейший релиз по состоянию американского рынка труда. Всем известный отчет Non-Farm Perils, который выйдет в 15.30 по Москве. Блок статистики, изменение числа занятых, уровень безработицы, темпы прироста, увеличение заработных оплат. Также в этот период времени будет опубликована статистика по рынку труда по Канаде. И мы не должны терять бдительность, друзья, потому что доллар-канадец это еще один дуэт инструментов, которыми мы торгуем, ставим на снижение. И сейчас все как по маслу. Пара валится, уже котируется, точнее продолжает котироваться на трехлетних минимумах. И цель 1.20 также для нее фактически достать рукой. По поводу сегодняшних данных по Non-Farm Perils. Я не сомневаюсь в том, что статистика будет очень хорошей. Мы можем сопоставить значение с последним релизом по EDP. Там прирост новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составил более чем 750 тысяч. Это отличная база для того, чтобы рассчитывать на серьезные прогрессы по официальным данным. Соответственно, по уровню зарплатных плат, я думаю, что прирост будет больше, чем на 0,5 процента. По общему показателю занятости я, в принципе, ориентируюсь больше, чем на миллион, друзья, новых рабочих мест на уровне. Безработица снизится, скорее всего, до 5,8 процентов. Это вполне реально, тем более, что прогресса, ну, его не нужно сейчас принижать. Текущий релиз по Non-Farm Perils станет еще одним сильным отчетом по американской экономике. И вкупе со всем тем, что мы разбирали ранее, это должно помочь нам сформировать еще более четкую картину того, что сейчас происходит в Штатах, как в ведущем локалотиве всей мировой экономики. Тоже очень много было сказано с моей стороны, что не нужно негативить и в целом лучше положиться сейчас на то, что американская экономика продолжит восстановление и вытащить всю мировую экономику. В связи с этим, друзья, я, как и ранее, рекомендую продавать курсы, продавать доллар, ставить на снижение индекса американской валюты ниже поддержки 90 пунктов. Сейчас котировки 90.83, мы оказались ниже поддержки 91 пунктов. Доходности американских трежерис также в целом позиционно снижаются 1,56 процента по 10 лет, помимо хороших данных, которые располагают к тому, чтобы мы зарабатывали на интересе к рисковым инструментам. Также мягкая политика американского регулятора, которая ранее, неделю назад, была подтверждена Джеромом Паулом. На этой неделе немного оговорилась Джанет Херлин, которая допустила возможность ее ужесточения, но потом, спустя сутки, исправила свою позицию. Видимо, как ранее комментировалось, с ней привели разъяснительную беседу. И куча вчерашних комментариев, голосующих членов ФРС, Розенгрена, Мейстер, Эванс, которые все как один свидетельствуют о том, что политика будет мягкой в течение еще двух-двух с половиной лет, как минимум. Друзья, давайте работать по тренду. Фон фундаментальный, прекрасен для того, чтобы шортить доллар. И цель 90 пунктов и ниже. Золото 1820. Поздравляю всех тех, кто не отказался от длинных позиций. Я вам говорил, что мы пробьем 1800 и улетим выше. Это произошло быстрее, чем я думал. И замечательно, друзья. Еще один повод уйти с прекрасным настроением на выходные. 1820 это еще не предел. Дальнейшее снижение трежерис приведет к еще большему ускорению золота. А если и индекс доллара провалится ниже 90 пунктов, тогда вообще будем претендовать уже на новый исторический максимум. Рекомендую даже сейчас. Может кому-то показаться, что слишком поздно уже заходить в длинные позиции. Но нет, друзья. В длинных позициях нужно быть и нужно продолжать рисковать даже тем, кто упустил возможность войти по более комфортным уровням. Нефть сегодня без комментариев 68.51, цели 70. Нужны причины. Я на прошлом брифинге их много дал. Почему нефть нужно покупать? Доллар канадец 1.21.65, как я уже отметил. Сегодня мы ждем, с одной стороны, сильных данных по non-farm payrolls, с другой стороны, слабого отчета по... Точнее, не менее сильные данные по канадскому рынку труда. Только по Канаде сильная статистика приведет к росту канадского доллара. А еще один сильный отчет по штатам, напротив, поддержит больше интерес к рисковым инструментам. Короче, статистика сегодня не будет противоречить друг другу. И на ней мы можем протестировать поддержку 1.21. Новозеландец также растет. Наша цель 0.73, до нее 70 пунктов. Доу-Джонс, друзья, 34 461 пунктов. Низкие ставки, стимулы, инфраструктурные расходы, рост цен на нефть, высокие темпы вакцинации. В мире снятия карантинных ограничений. Выбирайте любую причину. Годится для того, чтобы оправдать рост американского фондового рынка. Евро против доллара пробили. Мы сначала уровень поддержки 1.20. Я рекомендовал брать, потому что классный технический уровень. Покупать уже 1.20.66. Причем евро нужно покупать не только из-за слабости доллара, еще и из-за классного фундамента. Производственные заказы Германии, друзья, это не ошибка. Сейчас будет в цифрах плюс 27% прироста годового выражения. Вы еще сомневаетесь в том, что немецкая промышленность встает на рельсы основы? Не нужно сомневаться. Статистика весьма красноречиво говорит о том, что это так. Роничные продажи плюс 12% от, пожалуйста, реализации отложенного потребительского спроса. Каждую секунду в еврозоне вакцинируется 30 европейцев. Это не мое наблюдение. Я передаю вам комментарий главы Еврокомиссии. И действительно по показателям распространения вакцин эти цифры кажутся действительно реальными. Поэтому факторов для роста евро хватает. Тоже выбирайте любую причину. Негатива практически нет. Не нужно искать его в каких-то региональных европейских субъектах, где по-прежнему опасной складывается ситуация с коронавирусом. И фунт против доллара. Цель 1,40. Она никуда не делась. Друзья, я сегодня на конец торговой сессии ее сохраняю в качестве актуальной. Почему покупая фунт? Потому что в ходе вчерашнего заседания Банк Англии, пусть не изменили параметры денежно-кредитной политики, Банк Англии не дал таких железобетонных комментариев о том, что ставка может быть повышена, либо программа количественного смягчения свернута. Но ведь прогноз экономического роста был значительно улучшен с 5% до 7,25%. И если прогноз оправдается, то британская экономика покажет лучший экономический рост за последние 80 лет. Активность в сфере услуг скакнула до максимума с 2013 года. Еще один вклад в хорошую статистику по ВВП. И выборы в Шотландии, друзья, ждем итоги. Я думаю, что эффект все-таки будет ограниченным, потому что даже если победит шотландская национальная партия, и у них будет возможность поднять вопросы о референдуме, сделают они это только по регламенту такому межстрановому европейскому, не раньше, чем через 2 года. Думаю, что рано закладываться и дисконтировать риски политических фунтов заранее, за 2 года. Согласитесь со мной? Поэтому по фунту цели 1.40 прежнее не меняется. Топим за дальнейший рост рисковых инструментов и снижение курса американского доллара. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем пока.